Всех приветствую, это канал Зомби Вегас, это Андрюха, и мы играем в игру Башня Времени. Как вы помните, мы прошли на второй уровень, в котором мы зачистили несколько орков, которые строили осадные эрудия, чтобы пробраться ниже, потому что они до сих пор обитали только на втором уровне. И сейчас мы продолжаем изучать этот уровень, чтобы пройти дальше. В первую очередь мы решили пойти в библиотеку, в которую путь закрыт, потому что нужно пройти сначала какие-то побочные квесты. Побочные квесты, я так понимаю, выглядят в виде маленькой библиотеки, к которой нужно пройти. Также по дороге мы нашли маленькую печку, в которой мы сейчас обратимся, попробуем ее воспользоваться. А кроме этого, хочу сказать, что в перерыве между выпусками я немножко прокачался. В частности, прокачал некоторые предметы на понижение каудалланов. Вот, например, у меня перчатки на нашего мага передают минус 21% каудаллана ко всем спеллам. То есть это очень даже неплохо должно быть и должно очень даже зайти. А сейчас давайте крафтить. Я думаю, что из крафта мы выберем, наверное, оружие, потому что, в принципе, все остальное, оно улучшается понемножку, потихоньку еще меняется. А вот оружие, это вещь такая принципиальная и очень важная. Поэтому давайте используем. Так, смотрим. У нас, в принципе, ДПС вырос не очень сильно, но у нас вырос Magic Penetration, сколько я помню. То есть такой получился неплохой посох, плюс у него есть еще три сокета. То есть можно будет все вставить какие-то три улучшения. Я думаю, это и сделаем скоро. Этим займемся скоро. А пока что давайте драться. Давайте драться, потому что здесь нас ждут уже. Заждались. Враги уже вроде бы все такие уже были. Присажка Саурой, которая повышает урон, а остальные юниты ничего особо такого примечательного не делают. Так, а что это такое? Ага, нужно защитить вот эти вот орбы. Прикольно. На самом деле, раньше такого не было, чем режима. Вот, нам рассказывают. В этом режиме должны защитить моноорбы. Если все разрушат, вы проиграете. У них цель, у врагов цель разрушить их любой ценой. И они будут бить ваших чемпионов, только если получат определенный урон. Угу. То есть этим можно пользоваться. Понятно. То есть, грубо говоря, можно атаковать противников точечно. И таким образом выбивать их в не агрессию. А всеми остальными юнитами, собственно, этим не заниматься. Так, давайте тогда играем таким образом. Я думаю, если на самом деле, битва будет простая, поэтому... Так, давайте разделимся на два табора. Можно всем агрессивный режим поставить, я думаю. Так, там наши борются, здесь борются. Такойно. А, я смотрю, вот они как делают. Они пытаются далека бить. Ладно. Давайте здесь лужку поставим. Чтобы враги не прошли. Там пусть... Дварф занимается грязными вещами своими. На самом деле, Дварф не очень нравится, потому что... Он какой-то относительно слабенький получается персонаж. Это, конечно, минус. Ну, посмотрим. Может быть, я просто его слабенько одел. Я его, в принципе, между выпусками немножко прокачал. То есть, теория, он должен стать сильнее. Но правда ли это? Тоже другой вопрос. Давайте бафнем. Дварфа на пробивание армора. В принципе, здесь, я думаю, уже... Никаких особых... Пласса не будет. Прыгивайте, вроде бы, быстро ложатся. Можно этого оттолкнуть. Абхартовать. Да, отлично. Урон заходит вообще на ура. Так, этот боец у нас, смотрю, слабенький. Как слабенький? Они слабенькие, но... Просто... Ой, не, он столько не выдержит. Да, не выдержит. Ну, ладно. В этой игре, как вы помните, не сильно принципиально, чтобы все выжили. Главное, чтобы выжил хотя бы кто-нибудь. И цель была достигнута. То есть, в данной ситуации мы более чем довольны результатом. Мы отбились. Это самое главное. Победили эту битву. Хорошо, дали нам лук. 10 урона, по-моему, это слабенько. Давайте посмотрим. У нас... Кстати говоря, по урону, видите, у нас... Двард даже больше всех нанес. Но это в силу того, что он здесь дрался постоянно. То есть, остальные больше простаивали. Хотя у него оружие, на самом деле, очень хорошее. То есть, нужно до должное, что оружие хорошее. Но единственное, что оно не дает ему особой выживаемости. Ага. Вовод. Хорошая вещь. Хороший эпический щит. Не скажу, что он какой-то супер универсальный, но... 10 брони дает, что очень, наверное, неплохо. Энчант. Дает 20% замедления на 10 секунд. И 3% шанса... Я так понимаю, ошеломить противника на 3 секунды. Только для дальнего оружия. Давайте гадим, что у нас встанем оружие. У нас тут уже есть энчант. Да, есть. А, у нас как раз такой энчант и есть. Ну все, значит, все в порядке. Дверь сблокирована. Ага, да, не заблокирована. Мы не можем пройти. Так, здесь какие-то... О! Мы дернули книжку. И... Которая была похожа на шкаф. Ну, я не имею в виду, что... Дернули стойку. И оказалось, что там книжка, которая открывает секретный проход. Вот она как. Это... Причем случайно у меня получилось, на самом деле. Но это приятно. Это они так поощряют. А где он открылся по защите? Хороший вопрос, на самом деле. Будем искать. Так, здесь больше ничего интересного вроде бы нет. Мы нашли тонкий том, в котором к минимуму 200 страниц. Открыли рандомную страничку. Не, ну, это, на самом деле, эти вот супер глубинные лоры, я думаю, нам не очень интересны. Нам интересно, что связано с основным сюжетом или побочным. Ну, какие-то уже фантазии разработчиков, это уже дело такое. Это дело второстепенное. А вот, видите, вот мы открыли его дорогу. И говоря, мы здесь когда бежали, то наш эллиф сказал, что не чувствую, что стены пропитаны некоторой магией. То есть, грубо говоря... Смотрите, денежки. Денежки берем. То есть, что... Вот, судя по всему, он чувствовал эту вещь. Это вот. Ты. Лук змеи. Хороший крит шанс. Лайф стил есть. Ой, хороший лук, мне кажется. Давайте посмотрим. Ну, конечно, хороший он и ПДПС лучше, и... Контрейшн, конечно, у него слабее. Но у него атак спид выше. Крит шанс есть. Лайф лич есть. То есть, ну, вещь хорошая очень. Очень добротная. А это инчанку-то мощная, да? А, это Dusty Scroll. Давайте используем на вот этого бойца. Хрискнем. Еее. Армор повысился. Супер. И вот статуя еще есть. Статуя, это интересно. Давайте ее используем. Сохранились на всяких случаях, потому что статуи бывает что-то могут глухое принести. 1010 плюс 332 равно 521. Порно. Порно, конечно. Давайте на всяких случаях запишу. Потому что в таких играх бывает, что это может значить на внимательная задачка. 45 на 12 равно 7. Еще одна говорящая статуя. Учитывая, что кто-то пытался очень сильно спрятать эту статую. Я думаю, что она намного сильнее, чем все остальные. Будьте все осторожны. Так, вот Моев говорит, что математика достаточно бессмысленна, потому что все неправильно. Вот статуя говорит. Чего вы хотите? Не можете ли вы видеть? Не можете ли вы видеть, что я занята? 16 поделенное на 26 равно 3. Что это за фразочки? Интересно. Кейн просто. Птичь такой отличной. Пветочки. Что такая цель твоя здесь? Она гарант правды и самая честная статуя из всех. Какую статуя ты гарантируешь? Какую правду ты гарантируешь? Самую важную правду из всех, конечно же. Она гарантирует, что курс обмена точный. И что товар, который обменен, имеет такую же ценность. И в замене она берет какую-то небольшую комиссию. Хорошо. Она обеспечивает стабильность торговли внутри башни. При помощи ее воли. Здесь существует сильная экономика. Она занята. Хочу ли я инвестировать деньги? Хочу. Она будет нам деньги давать? В итоге давайте инвестируем 500. Кейн положил 500 на подножию статуи. Это получается камень. Камень отодвинулся. Деньги исчезли в темной пустоте. Мы инвестировали в 10-летний бонд. Мы инвестировали на 10-летний бонд. Мы просим вернуть наши деньги. Там потеряли деньги, да? Все. Нас кинули на 500 золотых. Ну, что ж. Бывает. Ты заметил, что здесь такая интересная штука. Видно подножье по нашей башне. Или как-то так. Интересно. Так, давайте посмотрим. Я там получил здание по библиотеке. Нужно найти ключ. Ага, вот написано, что это как раз Слиз, к этому имеет отношение. Вы помните, Слиз, это история про мужичка, которого украли ключ. И он вот начал там пытать людей, чтобы найти этот ключ. Поэтому, я так подозреваю, что, наверное, вот этот проход, который мы еще не ходили, он как раз нужен нам для этого. Этого пубочного здания. Давайте искать. Правильно, правильно. Сюда. И дальше вот прямо. Массивные ворота. О, блюпринт. Блюпринт, кстати, по идее. И так, чтобы мы могли прокачаться. Место похоже на птюрьму. Да, но считывая, что это так близко к центральным районам. Мэр не думает, что это была тюрьма на самом деле. И все это был какой-то склад первоначально. Да, понятно. Блюпринт. Хорошо. Отлично, можем качать чемпионов до четвертого уровня. Потрясающе. Это было бы лучше еще, если бы мы могли... Давайте сохранимся. Если мы могли вернуть наши золотые от змеи. Ну, впрочем, оно... Да, оно было рискованно. Отдавайте бараки. Кейн. Стоп, я же нашел блюпринт. Кемпулем. А, или... Грейт пас билдинг. Подождите. Ну, грубо говоря... Вот, я понял. Почери возможности прокачать в свое здание. Да? То есть... Хорошо. Библиотека. Не то. Blacksmith. Кстати, давайте, может быть, как-то пробуем качнуть... Включить у тебя от лук. Не только не энчант, а... Что я хотел подождите? Я хотел, что-то другое сделать. Я хотел улучшить посох у этого парня. Да. Что можно улучшить? Magic Penetration. По-принципе, неплохо. Крит шанс. Давайте, наверное, в лучшем... И Magic Penetration разик. И Крит шанс разик. И это все вернем к этому магу, чтобы он радовался. Просто третье улучшение, оно стоит уже... Фередово кристаллов. Это очень дорого. Поэтому не будем. Так. Мы улучшили его до четвертого уровня. Все. Больше качать его нельзя. Пока что. Давайте глянем, что с ним можно делать. Он у нас, в принципе, выходит уже в какой-то бойца. Какого-никакого. Поэтому давайте его качать дальше. И после дерева скиллов глянем, что есть. Ну, какие-то кастерские спеллы получаются. Он, то есть, такой... Вроде как и... Воин, танк, но... На деле он скорее какой-то батлмаг, я сказал бы так. Давайте прокачаем еще ветку. Вот эту, потому что на самом деле... У него очень сильная вот эта ветка с пайрунами. Не очень сильно косывает. Так, это что у нас? Это скилл, который, я так понимаю... А, это blind, да. То есть, можно ослепить противников. Ну, в принципе... В принципе... Успенение вещь полезна. Давайте прокачаемся в эту сторону. То есть, мы будем не сбрасывать угрозу. Мы будем увеличивать резисты. Потому что все равно, я честно говоря, обычно я иду на мясо воевать. Поэтому нам не имеет смысла сбрасывать с него угрозу. Так, ну и в принципе, все. На самом деле, здесь мы в городе все сделали. Давайте возвращаться в башню. Поехали. Немножко его качнули. Хотелось бы, конечно, начинать эти книжечки на наших других персонажей. Хотелось бы очень... Очень хотелось бы, но, судя по всему, пока что рано. У нас нет шансов сломать эту дверь при помощи силы. Здесь дверь тоже заблокирована, я смотрю. Нас понуждают, в общем, искать. Идать вот дальше. Энчант. Понижает армор противника на 11%. И не стакает с другими энчантами такого же типа. Неплохая вещь для энчанта какого-то лука, например, или оружия, которое быстро бьет. Потому что понижение 12% армора, это очень даже неплохо. Опа, засада. Давайте драться. Так, здесь обычная карта. У нас, получается, враги все справа. Этот угол спокойный, да? А, у нас два юнита в беде. Ладно, все, хорошо. В том случае, надо сразу же нападать. Срочно, срочно это все проламывать. Потому что, видите, нам без наших юнитов тяжко будет. Крайне тяжко. Так, отходим. Не подставляемся. На самом деле здесь можно даже напасть немножко. Он справится. Видите, здесь пока стоят эти клетки, редкую какую-то формальную роль играют. Потому что на самом деле они особо на игровой процесс не влияют. И давайте пока отступим. Вот сюда вот. Защитный режим этим двоим. Этим тоже, я думаю. Ставим просто здесь вот лучницу. Поглубже. Накинем ловушки. Вот этого бойца поставим здесь. Лучницу здесь. Этого здесь. Этого здесь. И все, и ждем. Ждем приключения на свою голову. Так, хорошо, это что он? Это, ага. Это можно поменить противника. И увеличить урон по нему. Ну что, неплохо, на самом деле. Так, ой. Это я поставил под один иммобилайз. Ну, на самом деле иммобилайз не беда. Ну ладно, давайте, наверное, атаковать. Потому что, видите, враги легенькие. А стоять в углу как-то не солидно получается. Так, давайте вот так отстанем. Кейн там кого-то нашел еще сзади. Вообще, он не Кейн. Он как-то по-другому. Кейн, правильно. Он не видит, у нас пока все предельно просто. Давайте испытаем наш новый спал. Хо-хо. Я вообще не знаю, что это за персонаж. У него смесь какая-то кастерских скилов, магии. Ну, точнее, силовых, танковых. То есть, всего понемножку. Ну, тут противники всем легенькие. Совсем просто. Так, этих победили. Давайте дальше стрелять. Так, все, это уже. Это конец, как я понимаю. Ладно, персонажа осталось. Да. Все, отлично. Маленькая победа. Желтый лук. Ну, такой себе, на самом деле. Хорошо, мы с таким луком, который мы нашли, но можем, я думаю, драться уже в серьезных битвах. Так, старая записка. Я не могу поверить, что они, на самом деле, нас оставили здесь. Последняя защита. Последние охранники вошли. Даже не позаботившись о заключенных. Ага, вот, 33 дня. Три дня пошло с тех пор, как ни одна душа не посетила по тюрьму. Я могу лишь только представить магов. Понятно. То есть, они могут только представить, как их лица, лица, грубо говоря, здесь, запечатлены на этих стенах, в этих стенах, потому что их оставили здесь на призвол судьбы. У них нет возможности открыть двери. Они потратили весь день и всю ночь, пытаясь разрыть стены и достать оттуда камни, но не получилось. Голод и слабость были слишком сильными, и они не смогли выбраться. Да, конечно. Конечно, тяжелая судьба у них была. Ну, как это все мы прочитали, да? Собираем все интересное. Так, хорошо, собрали. Давайте идти дальше. Давайте жкаем. Ух ты. Наносит 20% общего армора в виде физического урона каждую секунду в радиусе в круг юнита. Интересная штука, но я понимаю, это вещь для лучника, да? Ага. Но в любом случае поинтереснее. Поинтереснее, чем ее. Давайте одевать. Ну, и нет. Я думаю, это полоса хранится. Я знаю, что в этой игре все быстро происходит. Встретение быстрое. Работает быстро. Приятно. А, вот как раз это торрент. Торрент, что называется? Помню. Муночку. Шипы, точно. Шипы называется. Все, отдача урона. Другой ключ. Возможно, потом я вернусь, чтобы найти другой путь. Угу. Поговорим, правильно двигаемся. Поговорим двигаться дальше. Направо. И смотреть, что она ждет впереди. Мне нравится, на самом деле, в этой игре что-то такая графика приятная. Тоже хороший плюс. Опа. Это может дух слиса? Дух необычного размера стоит прям перед нашей партией, охраняя проход в боковую комнату. Немножко наша эльфа сопереживала, но двор считает, что мы с ним справимся, сейчас я тоже так считаю, на самом деле. Давайте пробовать. Полон маги. Бомбу кидает, который наносит 60 урона. Сдает зону, которая наносит 12 урона в секунду. И кидает стандболт, который останется героем на 5 секунд. Ага. Понятно. То есть нужно этого избежать. Это босс. То есть, соответственно, если будет массовка вся идти в одну сторону. Как я понимаю, сторонник-то нападать не будет, а если и будет, то чисто так, символически. Поэтому нападаем. А, вот босс. Вот он как. Так, давайте вот так. Кюшка на этого. Кюшка сюда. Баф мне себе немножко. В общем, я не знаю, после колората в игре очень быстро. На самом деле, очень быстро. Ну, видите, как он вообще моментально уложит. Просто даже используя все особенности, которые у нас есть, можно побеждать их запросто. У нас, конечно, не слабая партия. То есть, в теории, если мы пришли сюда пранить, что-то, возможно, было бы тяжелее. Но, тем не менее, консультируем факт, что бороться не очень сложно. Клонницы станут. Хорошо. Я думаю, что это блупринт. Ну, по всему, как бы, рецепт для кого-то, какой-то палочки или короткого посоха. Варф смотрит и говорит, что он найдет способ это использовать. Ладно. Хорошо. Я не против. Но вопрос остается актуальным. Видите, мы не нашли прохода дальше. Но вот здесь еще есть какой-то проход. Давайте глянем. Этот скрет мы использовали уже? Да, использовали. Поэтому двигаемся дальше. Там еще не нашли проход. И я, честно говоря, не вижу, как сюда попасть. Ага, вот. Я не заметил сначала. Где же есть проход? Мы видим странную фигуру. Которая находится в крепких успехах. Рахим подходит к конструкции. Попытается ее потрогать. Что с ней сделать? После нескольких манипуляций. Такая конструкция оживает. Заключенные 45-25. Не принимают посетителей. Пожалуйста, уйдите. Как двор подходит в шоке. То, что происходит. Очень вскоре. Мэл предлагает уйти и ничего не трогать. Но Рахим настаивает на то, чтобы партия осталась и посмотрела, будет что-нибудь происходить. Давайте. Постоим, посмотрим. Мы писали, что мы решили остаться. Постояли несколько секунд. Ага, и вот этот гард напал на нас. Ну что ж, давайте драться. Ну, всего 3000 жизней, на самом деле, это немного. Я думаю, что битва будет легкая. Давайте вот так, вот так, вот так. На самом деле, как видите, битва крайне легкая. Ну, учитывая, что эти все боссы как-то обычно попадают на нас без особой поддержки, то как-то ложатся очень легко. Не знаю, возможно, это легкая сложность. Я не исключаю. Ну, как легкая. Она третья из пяти, то есть, в принципе, достаточно серьезная. Просто, что как-то легко все получается. Я посмотрю, может быть, пересмотрю свои взгляды. И если там есть возможность, то повыше ее. Потому что пока что легко получается. Этот враг испытал ваши способности по максимуму. Вы должны быть более аккуратны в будущем. Потому что могут быть куда более серьезные враги. Глазен. Справедливо. Ой-ой-ой. Броня, который дает 16% всех резистов. Это просто бомба для этого бойца. А у него такая же. Значит, нашему этому бойцу повезло. Потому что у него теперь тоже будут резисты хорошие. Видите, у этого какие. Та еще просто. Мы не зря боролись, на самом деле. Ведь если мы послушали магичку, то мы бы и оступили. Так, давайте посмотрим, что влияет. Видимо, немножко расстроился друид. Поэтому теперь у нас меньше манрегенерации. Но у нас немножко больше резисты все. То есть тут нужно постоянно выбирать, чтобы выбрать какого-то компаньона, который нам более важен, который дает более актуальные бонусы. Так, давайте сходим еще направо. Я хотел бы на самом деле сегодня еще челленджи с вами проходить, посмотреть. Ничем сложных. Если легко пройдется, то я уже остальные пройду в офлайн режиме. Потому что там, если эти легко будут проходить, то остальные цели даже тоже. И, ребят, я здесь есть в настройках, в принципе, команды difficulty. Это, в принципе, я так понимаю, сложность, которая отвечает, собственно, от сложность игры. То есть если игра будет так же самое легко проходиться дальше, я думаю, повысим немножко сложность. Там осталось, ну там, из пяти осталось две. То есть если что, пробуем на высокое поиграть. Я вижу уже урков. Ага, вот за стеной мы увидели сеть пещер. Да, я вижу сеть пещер. Ну, давайте вот идти сразу же драться, потому что я вижу. Там есть с кем повоевать. Давайте сначала сходим к нижнему проходу. Сюда пройти не можем, там, в принципе, чего нет интересного. Я думаю, мы сейчас узнаем с вами историю с Лизой, чем закончилась она. Так, ну здесь такое. Хорошему здесь ничего не интересного. Единственное, что нужно проверять, возможно, где-нибудь есть кристаллы. Става, вещь хорошая. Ага, вот наши герои увидели какую-то клубу камня, который не двигается и стоит, охраняет проход. Ну, вы же понимаете, что в таких играх бывает с теми, кто сохраняет проход. Они не страдают, жестоко страдают. Так, ну давайте поглянем, что получится в этой драке. Маленькое замедление. Сюда уже давайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. А вот такая монтированная атака. Вот так, вот так. Ага, смотри, он очень танковый, я смотрю. Голем. Но, впрочем, вот, не мешает ему быть достаточно уведимым. Голом уплотнете. Выкидываем на него. Так, стоп, а почему у него отдача урона, я так понимаю? Это очень похоже на то. О, метается. Руны использовать, потому что руны вещь хорошая. Так, мы китываем меточку. Ну, видите, противник вредненький, достаточно. Он просто очень танковый. Враги потенциально должны появляться, но, судя по всему, это не произойдет. Так, давайте вот так вот накинем. Накинем руны еще. У нас получается вот этот персонаж. Ну, да, этот очень танковый, а остальные практически выступают с депейтерами. Так, я смотрю, лучница страдает. Я так понимаю, его таки убьют, скорее всего. У нас просто нету измерения больше. Давайте родим от радиуса атаки. А пусть не бьют лучше от танков наших. Подкидываем немножко от демэнджа. Подкидываем, подкидываем. Все, хорошо. Победа. Он немножко даже и целяется, смотрю. Потихоньку, да. То есть, в теории, я могу даже проиграть. Щиток. Интересно. Рефект 30% урона. На самом деле, интересная вещь. Очень даже интересная. В принципе, можно будет потом на кого-то навесить. Энчант. Энчант на рефлекте. Смотрю, пока находятся вещи. Сразу находятся в комплекте. Вещь, которая также... Ой, смотрите, подождите. Это же одноручный. Да? А, одноручный. Открываюсь. Вот одноручный есть. В самом деле, я думаю, что можно, неинтересно, поставить вот такую комбинацию. Поэтому будет интересно. Более, что он реально танк чистый. Все-таки, в первую очередь, колечко. О, да. Колечко на тоже отдачу урона. Это сюда. Это однозначно сюда. Я думаю, что снимем одно из колец. Вот так вот. И оденем вот это. Потому что он постоянно в бою находится. Поэтому оденем вот это на хапориген. Повышенный. Здесь больше ничего нету, да? Интересный проход. Он сторожил, на самом деле. А вот, стоп. Ух ты. Перед нами стоит дряние статуя. Когда она появляется, можете почувствовать энергию вокруг нее. Ага, вот, можем получить 5 армора в бонус. Давайте танк нажиму. Да, хорошо. Это, по идее, одноразовая штука. 5 армора, это, на самом деле, очень хороший бонус. Давайте. Стэвик. Продолжаем наш путь. Я чувствую, что разгадка уже близка к поводу Слиса и его ключа. И к поводу нашего пути дальше. В библиотеку. Я смотрю, здесь вот лежит ключ. А. Под водопадом мы нашли ключ. Пятны между двумя большими камнями. Ага. Моя говорит, что очень много людей, вероятно, потеряла свою жизнь за этот ключ. Ну. Нам повезло вам его найти. Сейчас, конечно же, еще изучим, что еще здесь было интересного. Хочется. Хочется повоевать. А тут циклопы, тут все уже наши наработанные противники. На самом деле. Я думаю, мы можем с вами нанять вот эту сторону. Вот здесь вот. Вот здесь встанем. Делаем защитную формацию, сделаем. Так. Учиться пусть накидываю там понемножку. Вот этот пусть зайдет. А вот этот пусть стоит на самом деле где-то здесь. охраняет, как говорится. Я, честно говоря, не думаю, что будут какие-то проблемы с ватным боем. Но на всяких случаях давайте стараемся. В принципе, кейн может сам справиться. Давайте подкидывать потихоньку. Потом еще какие-то бонусы, прыжечки. Кейн ужилось получше. Там видео он справляется. Во-первых, танковый. Во-вторых, резисты хорошие. Такой боец. Хороший очень. Надежный. Давайте отойдем. Пусть они сами подходят к нам. Это эти совсем пассивные стоят, я смотрю. А, они, по идее, не видят их. Так, пусть подходят к нам. Давайте вот здесь загородим стеной, чтобы немножко у них тоже опасность. Накинем такого бойца. Плафнем. здесь у нас стоит на охране. На самом деле, я думаю, можем подойти даже ближе сюда, потому что, видите, там кто-то там вообще никто не идет. А если и пойдет, то у нас там парень есть на защите. Так, давайте сюда кинем галушку. Так, это режим включим. В конце до концов. Это, на самом деле, хорошая штука, отдача урона постоянная. Он куда-то может вписаться в кучу врагов и таким образом на козы техни слабо. Очень не слабо. враг пошел. Наконец-то. Так, Управляемся. Должен же, в конце концов, кого-то победить. есть же. Вот здесь, здесь еще есть немножко хорошая штука, да? Так. это балки тоже победой. Полный, бесповоротный. Да, есть же. Ну, пока здесь ничего такого выдающегося по урону, по вещам не дают. но это все-таки битвы, это какие-то вещи. Вещи всегда хорошо. Ролевая игра. Есть разные вариации прокачки. Много чего интересного. Так, телепорт открыли. Но давайте сначала сходим сюда. Так. У нас здесь какое-то сокровище есть. написано реликвии чест. И с надеждой, что там будут реликвии какая-то. Ну, видите, судя по всему, от Галем станет, скажем, есть шансы. Вот у нас есть монастил, который можно ставить. Вещи неплохая, особенно для ученика, потому что у него постоянно мон окончается. Мы видим странную конструкцию, которая здесь располагается. Скорее всего, она была здесь давно. несколько кристаллов до сих пор сверкают. Давайте откроем. Magic Penetration дает хороший. Ну, вещь неплохая. У нас, честного мага нет. У нас маг, он скорее пока не убийца магии, а такой второстепенный персонаж. В плане у него больше контроль, больше на контроль упор. Хорошо, давайте, я обещал, слетаем, во-первых, сохранимся. Во-вторых, попробуем сходить на челленджи. Челленджи у нас появились несколько уже линий. Во-первых, появились орковские. Ну, орковские уже прошли до эпического. Давайте вот этот пробуем. Давайте пробуем. Ух ты, одноручное, очень сильное оружие. Давайте, ради недели, попробуем вот этот вот. Very Hard сложность. И то же самое здесь. Ой, здесь вообще тяжело. Видите, у нас сложность Epic, Impossible. Здесь пробуем убить вот этого Hard босса. Давайте начнем с него. Hard босс, мне кажется, очень легкий должен быть. Видите, хотя написано Hard босс, но по факту это не Hard босс, это что-то такое. Так, аккуратненько. Давайте немножко все бассейны. Босс управляется, давайте вот этого направим сюда скорее. А, вот босс, это босс, судя по всему, и есть. Похоже очень. Давайте помогать его убить, потому что судя по всему с этим могут быть проблемы некоторые. Начнем все нанести. Да, вы знаете, на самом деле выглядит достаточно тяжело, в плане того, что он такой танковый. Параллельно с ним появляются еще враги. Маленькое замедление. Вот так вот, вот так вот. Ты накидываешь в хил, ты хиляйся. это отгораживаем, бафаем сюда. Ай-яй-яй, убили нашего хиллера. Конечно, плохо. Давайте нападем на тех. Тут я очень надеюсь, что получится справиться. Этот боец, конечно, слабенький, но надеюсь, что он может еще придержится. Ай-яй-яй, замедление, конечно, мешая замедление. Давайте фокусить все-таки, может, этого убьем, легче станет. сильные, сильные враги. Давайте как-то пытаться победить его. Не, пока вроде бы сложновато, видите, здесь очень много урона не хватает просто. Ладно, хорошо. Давайте проиграем. какой процент он снимает? Видимо, мы этого не узнаем. Клиния. Мы вообще сильные противники просто. Просто-напросто не хватает урона элементарно. Давайте тогда пойдем сходим попробуем победить мага. Мага. Одноручное оружие мне очень нравится. Давайте пытаем удачу. Если не получится, то в следующем выпуске я начну с того, что покажу, как мне получилось пройти или не получилось. Уже оценим, как оно тяжело или не тяжело. Так, давайте сюда. Можем подкинуть сразу же сюда милявочек. С этим я должен справиться легко на самом деле. даже легко. Они достаточно крепкие, но понимаете, это враги такие не очень сильные. Может в самый раз будет вот это дело. так, хорошо. Давайте подкинем лавушек еще. Так, вот это неприятный враг. Давайте врываться вот сюда и сразу же накидывать сюда побольше пальчиков. Так, мы пока справляемся на ура. В том деле. Угу, кстати, рунки нам помогут. О, ешный демош пригодится. Здесь можно еще накинуть вот такую штуку. Так, вообще более чем хорошо все получается. И по всему у нас будет хороший мечик, который мы сможем использовать на наших противников. Бафнем партию немножко. так, ну все на самом деле осталось буквально мелочь. Парочка противников. Кстати, реально дварф оказывается очень хороший кастер. Надо будет подумать как-то можно использовать это с умом. Потому что пока что у нас такой больше боевой танк получается. Можно его немножко переквалифицировать с хорошим. Все, победка. получили мы наш великолепный мечик. На самом деле мечик реально хороший очень. То есть мы дадим нашему воину главному 8.6 тпс против 13.8 еще дэмэж огнем. Крисшанс 29% серьезно. Ребята ну это на самом деле очень круто. Это просто потрясающе. Фух. Вообще круто. Так ребят я благодарю всех кто смотрел. Надеюсь было интересно. В следующем выпуске пойдем в библиотеку посмотрим что там происходит и будем переходить на третий уровень потому что я думаю уже близко. Также я пробую пройти остальные челленджи если получится пройти какой-то более сложный то я обязательно покажу вам. А если нет то будем пробовать уже в следующем выпуске. Всем большое спасибо всем пока